Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Я давно не делал видео о грибных препаратах, о грибах. Кто еще не в теме, вот плейлист на моем YouTube-канале про лечебные свойства высших басдиальных грибов. В этом разделе есть более 10 видео о различных высших басдиальных грибах, их лечебных свойствах, как применяются на практике, какие как препараты можно купить и как их применять, для каких целей, от каких болезней, при каких обстоятельствах. Начиная от гриба шитаки, веселки, до рейши, мейтаки и прочих. А сегодня речь пойдет о грибе порея, конкретно порея кокосовидная. О том, что это за гриб, где он произрастает, как его используют, какие его свойства я расскажу чуть далее. Вначале, чтобы вас заинтересовать к просмотру этого видео целиком, скажу, что свойства у него обширны, начиная от лечения мочевыделительной системы до его противоопухолевых свойств. Он, наряду с агариком бразильским, очень эффективно используется при различных отеках. Он снижает уровень сахара в крови, он тормозит развитие раковых опухолей, предотвращает развитие метастазов, а также усиливает действия противоопухолевых агентов. Часто применяется при лечении тех или иных видов рака, а также после применения химиотерапии, лучевой терапии. Уникальными свойствами его являются восстановление кишечного пищеварения и усиление всасывающей функции кишечника. А это сейчас важно практически любому человеку, так как синдром дырявого кишечника есть практически у каждого в наши дни. Еще одно уникальное его свойство – это устранение диареи. Он применяется при многих болезнях бронхолегочной системы, пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и даже для лечения некоторых кожных проблем. Ну а теперь обо всем поподробнее. Пория кокосовидная происходит из знаменитого в грибном царстве семейства Трутовых или Полипоровой и по внешнему виду напоминает небольшой кокосовый орех оттуда и название. Этот редкий гриб образует на корнях высокогорных сосен шаровидные выросты, которые могут находиться как в земле, так и снаружи, на поверхность. В Японии он известен как Мацухода, в северном Китае Хоэлен, в южном Китае Фулинь, в Корее Тукахоэ. На Дальнем Востоке желтый корень, желтый земляной орех – китайский орех. В Европе известен как Китай-корень. Тело гриба белое или бледно-красное, твердое и хорошо крошится. Гриб на вкус сладковатый. Пория с красноватым внутренним поверхностным слоем называется красной порией, а с белым внутренним поверхностным слоем – белый. Розоватые пории считаются более целебными. В медицинских целях используется центральная часть – склероция пории кокосовидной. Да, сразу хочу сказать, потому как будут вопросы, а тем более не все посмотрят видео до конца. Данный грибной препарат, содержащий все лечебные свойства данного гриба, вы можете приобрести на нашем сайте надгард.ру, как, впрочем, и все другие грибные лечебные препараты Центра фунготерапии. Сайт надгард.ру, ссылка будет на него в описании. Естественно, мы отправляем все эти грибные препараты, как, впрочем, и любые наши продукты, приборы и другие товары, в любые точки мира, а не только России. На Украине есть свой представитель у нас – лавка фролова в Киеве. В остальных же случаях заказывайте непосредственно на нашем главном сайте надгард.ру. В медицинских целях используется центральная часть склероции опории кокосовидной. Собирают порию в период с июля по сентябрь. После сбора порию нарезают дольками и сушат в тени. Но наиболее правильная и качественная сушка – это, естественно, в вакуумных дегидраторах, тогда сохраняется большая часть всех лечебных свойств, так как кислород является окислителем. А в бескислородной среде этого не происходит. К тому же сушить можно в этом случае при более низких температурах, когда в большей степени сохраняются лечебные свойства. Химический состав склероция гриба пории кокосовидной представлен различными кислотами, полисахаридами, фитостероидами, жирами, ферментами, макро-микроэлементами, окислами фосфора, соединениями магния, кальция и натрия и другими веществами и элементами. Основные активные компоненты пории кокосовидной представлены перед вами на экранах. Если будет интересно, потом поставьте на паузу и прочтите. Теперь не теряй время про лечебные свойства. Первое по бронхолегочной системе. Данный гриб облегчает удаление мокроты при обструктивных и воспалительных заболеваниях дыхательных путей, например, катар курильщиков, хронические бронхиты, трахииты. Он активирует функции слизистых оболочек дыхательной системы, применяется при устойчивых к лечению формах кашля, у кого постоянные першения и кашель, вот это для них. Например, при рефлекторном кашле, при кашле курильщиков, при кашле, при онкологических легочных заболеваниях, при кашле вследствие хронических бронхитов, при приступах спастического кашля, а также применяется для и при, соответственно, восстановлении голосовых связок. Что касается пищеварительной системы, он применяется при симптомах анорексии, при потере аппетита, при спазмах органов пищеварения, когда чувство тяжести в желудке, при воспалительных заболеваниях слизистой желудка, при различных гастритах, при диспептических расстройствах ЖКТ. Это боли в эпигастрии, тошнота, изжога, метеоризм, диарея. Он подавляет рост патогенных бактерий и восстанавливает кишечное пищеварение и всасывающую функцию кишечника, что предельно важно и ценно. Что касается сердечно-сосудистой системы, он благотворно влияет на миокард при последствиях поражения сердечной мышцы, значит, применяется при инфарктах, в качестве сопутствующей терапии применяется как тонизирующее и общеукрепляющее средство при инсультах как для профилактики, так и после перенесенных инсультов и для предотвращения повторных инсультов и инфарктов. Применяется он и при лечении артериальной гипертензии, то есть по-простому гипертонии. Применяется для стимуляции кровообращения, он предотвращает головокружение, обмороки, в том числе связанные с укачиванием на транспорте. В этой связи, кстати, говоря о последнем моем видео, вот этом, когда есть потемнение в глазах, головокружение после резкого вставания утром с кровати, также поможет. Что касается центральной нервной системы, он успокаивающе действует при неврозах, неврастении, переутомлении после тяжелых физических нагрузок для быстрого восстановления работы митохондрии, при состоянии беспокойства, нарушениях засыпания и сна. Помогает он и при нарушении восприятия, при различных депрессиях, это тоже актуально в наши дни особенно, применяется для активации функции центральной нервной системы при энцефалопатиях различного генезиса, в том числе при старении, при расстройствах памяти и внимания, при головных болях, при психоэмоциональных напряжениях, при состоянии повышенной нервной возбудимости в климактерическом периоде, и при нервных болезнях у детей, что тоже в наши дни весьма распространено. Что касается мочевыделительной системы, гриппория нормализует водный обмен в организме. Это прекрасное диуретическое, натуральное, естественное средство при отеках. Он улучшает мочеиспускание при хронических заболеваниях, мочевыводящих путей, при цистите, при цистопиелите, при мочекаменной болезни и при гиперплазии предстательной железы. Оказывает защитное действие на почке, предотвращая выведение белков с мочой. Внимание! Это одна из главных его функций. Итак, защита почек. Возможно, кому-то это поможет не допустить гемодиализ. Итак, предотвращает выведение белков с мочой и активирует дренажные функции почек. Что касается его противоопухолевых действий, он усиливает действия противоопухолевых препаратов, разных, любых. Он задерживает развитие раковой опухоли, он препятствует развитию метастазов, он назначается в качестве средства, активирующего в организме неспецифические защитные механизмы. И, конечно, защищает мочевыделительную систему от опухолевых процессов. Что касается онкологии, дорогие друзья, посмотрите непременно вот эти главные мои видео «Общие принципы лечения онкологии», сахар и рак и прочее. Ссылки в описании оставлю обязательно. Что касается кожных покровов, поре предотвращает сухость кожи и обеспечивает коже макропитание, улучшает обменные процессы в коже. Ну и, наконец, общие показания – это регуляция обмена веществ, его нормализация. Он связывает и удаляет токсины, но в этом смысле посмотрите непременно мое видео про гриб-дождевик и второе видео про выведение тяжелых металлов и различных токсичных веществ из организма. И в этом плане гриб-дождевик на первом месте, а на втором – гриб-пория. Ну и, конечно, он используется для активизации иммунитета при устойчивых к терапии в формах хронических, патологических различных процессах. Да, пория содержит иммуномодулирующие полисахариды. Лечебная доза такова – по две капсулы два раза в день за 20, 30, 40 или 10 минут до еды, либо после еды через 30, 40, 50, 60 минут, неважно. Он сочетается с другими грибными препаратами, но, как правило, курс назначает фунготерапевт. Кстати, по консультации, индивидуальной, если будет нужно, можете обращаться, ссылка будет также в описании на индивидуальную консультацию. Что касается профилактической дозы, по две капсулы один либо два раза в день курс, как правило, от 2-3 месяцев. Ну а противопоказания, как всегда, индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, лактация и дети до 10 лет. Но это, что называется де-юро, а не де-факто, потому как тестирование, такие медицинские исследования на данных категориях граждан не проводились, так как юридически и фактически сертифицировать данный препарат как лекарственное средство не представляется в наше время возможным. В каком мире мы живем, вы, наверное, знаете. Да и лечебного сырья на большое количество препаратов, чтобы было выгодно сертифицировать за большие деньги как лекарственные средства, этого количества просто нет. Это не химическая индустрия продуктов, которой хватит на всех. И помните, дорогие товарищи, что фунготерапия – это наука, древняя традиционная медицина, которой тысячи лет. Самые сильные лечебные эффекты наблюдаются при применении двух-трех грибных препаратов. Идет как бы усиление эффекта. Просто надо понимать, при каких болезнях, какие комбинации делать лучше, правильно. А это зависит в том числе и от анализов, от состояния здоровья, от наличия тех или иных заболеваний, вместе взятых, от десятков факторов. Тем не менее, смотрите под каждым грибным препаратом на нашем сайте надгард.ру описание, подробное описание. И в том числе видеоролики, если таковые на данный грибной препарат имеются. Ну а я полагаю, что нужно сделать видео и по другим грибам. По каким вы бы хотели, напишите под этим видео. Про мухомор помню, обязательно сделаю. Ну а на этом, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.